Вот эти слова. Заканчивается год. Некоторые места Писания приходится неоднократно здесь попадать, а другие ни разу не попадают. И я вчера утром подумал, надо просто отходить мне от этого чтения, которое указано. И вот эти окна, которые остались открыты, надо их закрывать. Подумал, и целый день возвращался к этим мыслям. И вдруг вечером мне звонок от близкого помощника моего, и он говорит, вы не думали о том, что некоторые места Писания не попадают, и надо все это переиздавать как пособие для проповедующих. Эти все проповеди выстроить в каком порядке, как Евангелие. Чтобы какое сегодня чтение? Священник любой мог открыть и сразу сказать, вот проповедь на сегодняшний день, ее можно прочитать и применить. Ни раньше, ни позже. Я делаю отсюда заключение, видимо, все-таки Господь указывает. То есть переиздание уже книг готовить. Явно, что Новый Завет будет им переиздавать, может, при моей жизни, и к истинному православию. Быстро уходят. Об этом надо уже начать молиться. Слово Божие востребовано, и будет нарастать эта скорость. Я об этом говорил, но я ждал, что это после моей смерти так и насыпет. Но, видимо, опять чудо Бог совершает. И вот это слово написано так. Слово Христово заселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга словословиями, песнопениями. Посмотрим хотя бы на русскую православную церковь. Время князя Владимира. Приходят греческие монахи, епископ Михаил. Ясно, что они не могли прийти без Слова Божия. Оно у них лежало в котонке, в сундуках, на стругах везли. И там написано было Слово Христово заселяется обильно. Это написано было в четверг и в пятницу. Как будто никто не слышит. Взяли за лопату, начали кромсать горы в Киевске. Знатоки Писания. Люди вообще ничего не знают. Скрылись монахи. Слово Христово не вселяется никак. Ни обильно, ни мало. Проходит год-два. Все время эти места попадаются. Слово Христово заселяется обильно. Что? Совершенно никто не слышал или Дух Божий покинул. А тебе ответ какой-то надо давать. Проходит 10 лет. Не вселяется Слово. Проходит 300 лет. И наконец до одного человека это когда шло Стефан Пермский. Идет к пермякам, начинает проповедовать. И целая нация обращается. Потом его сделают епископом. Обыкновенный, совершенно может никогда не думал быть ни святым, ни кем. Просто знающий их язык и стал говорить. Борется с их колдунами. Рассказывает. Что такое. И совершенно не знает. Считается вся страна входит в российскую территорию. Люди верующие, пермяки и зыряне. И ничего они о конце не знают. Стефан Пермский ставит его епископом. Ему смертная кара грозит от тех народностей. Но он обращает и обращает их. И опять все замолкло. Слово Христово не вселяется. Царь Александр, которого коснулось библейское мировое общество, склоняется к мысли. Надо переводить. Но церковная реакция настолько сильна, что он отложил это дело. Как вот дать крестьянам свободу? В 1861 году только крепостное право отменили. Почему? Цари боялись. Будет восстание дворянства. Графов. Они сметут царя. Он боялся их. Цари боялись их. Ну, вспомните, Павла Петровича и убили. Пришли ночью и задушили его. Табакеркой проломили голову ему и все кончилось. Да, он смертный человек. О нем особый разговор. Но слово Христово не вселяется. Митрополит Филарет. Срочно надо переводить. Народ ничего не знает. Мы потеряем Россию. Не можете еще сделать. Реакция. 30 лет. И, наконец, начинает стихать. Митрополит. Тогда не было патриарха уже. Ничего не может сделать. То есть настолько твердо, мертво, зацементирована тьма над Россией, что не могут ничего пробить. И, наконец, первые слова Теофана Затворников. Надо что-то делать, чтобы не терпеть укора. А если бы укора не было, то и дальше бы терпели. В наших богослужениях все есть. Ничего лишнего там нет. Все хорошо. Но народ не понимает и книги наши, где кто их и Триоде, без пользы. 1860 год. Еще 16 лет до получения Библии на русском языке. Не дожил святитель. Затворник. Просидел в затворе. А понимал. Надо переводить. Наконец мы это все распаковали его слова. Может быть, он и не один раз об этом говорил. Душеполезное чтение. Журнал выходит, и слова его напечатали. Думаю, что после смерти напечатали. Обычно. И они боятся. Скажут, после моей смерти опубликуете. Через 100 лет. Через 100 лет. Как Серафим Саровский. И через 100 лет распечатали, царь, ты будешь расстрелян, и дети твои уничтожены. Так почему же не сразу-то это сказали? И показал бы Серафимушка, причина-то какая. Народ не знает Евангелия, не считает Слова Божия, люди озвереют. Ваши каторги сибирские, рудики не помогут, зайдет заря. Как писал Пушкин. Рано или поздно оковы спадут с народа, но пойдут в другом направлении. Через 100 лет. И это письмо огородили в Петергофе, ленточками обвешивали, как саркофаг какой. Один царь умирает, второй, и написано, еще 100 лет не исполнилось. Тогда мы распечатаем. Какую игру строили, когда Слово Божие доселяется обильно. Слово Божие не оставляет тайн от пророчеств. Не то, что человек смертный что-то сказал. Доселяется обильно. 1876 год. Переводят Слово Божие. Для чего? А чтобы люди немножко начали понимать. Но в храме-то по-прежнему не считается понятно. Да главное-то научение-то в храме было. Ну народ просто люди, это он целыми днями на полях толкется. Вся Россия крестьянская была. Ну какой Евангелие на полях? Со скотиной. Ну в деревне люди живут. Ты понимаешь, какая там работа, когда техники не было. Вручную сжали, вязали снопы. Слово доселяется обильно. Оно если и вселяться могло в храме, но вот Дмитрий Рассовский делает ревизию по храмам поверенной ему епархии. И в ужас приходит совершенно неграмотный. Считать не умеют попы. 1581 год. Это все в России. Собор. Сто главы. Прославленные. Старобрядцы любят. Председателем 16-летний мальчишка. Будущий Иван Грозный. Вы посчитайте правила какие. Попы дерутся до крови. Непрерывно. Только об этом речь идет. Не научают совершенно людей. А уже на дворе 17-й век грозит. Вот-вот подойдет Петр. Ну, за Алексеем Михайловичем то ведь придет сын его. Петр прорубит окно, куда остатки все эти вывалятся. Но и Петр на это не решился. А считается в храмах Слово Христово Христово. А где оно? Вот оно у нас лежит на аналоге по милости Божией. Мне говорят, а что для тебя умников не было? Я не могу на этот вопрос ответить. Я знаю, что это слово было. Его никуда не вырезали эти места. В старых изданиях, вот рядом музея у нас через дорогу здесь, мы смотрели, точно так же написано Слово Христово, да не будет за стежками, за кожаными, за деревянными корками, но вселяется. А куда оно вселяется-то? Сердца людей. Как? Через слышание. Вот читаем жития святых. Один только молодой офицер Досифей поинтересовался, стал считать, и тут непонятно. Идет к настоятелю, к прославленному Дорофею. Книжки Ава Дорофея, Ава Дорофея. И Ава Дорофея сел с ним, обнял его чада, хоть первый ты пробудился. Нет. Он пошел тайно к настоятелю сказал ко мне, скажи ты, ему надо знать, что в Слове Божье. Я его пошлю, ты его отмолоди, как следует. Набей ему морду и верни назад. И это все описывается в житиях. Это нормально. Слово Христово вселяется обильно, ты хочешь знать. И что он показал? Кулаки настоятеля. И удивляется, он пришел побитый синяками и не обиделся. Так от этого то ваша вина не уменьшилась, а только еще будет. Если бы он дал сдачу вам, то теперь это описывался. Наверное, приемы какие-то знал-то. Ваша вина была бы меньше, а так как он претерпел, то все отправил на суд Божий-то. Почему послов Божий-то не рассудили? Мне отмещение, я вас дам. Да теперь-то поступил правильно. Но забубили его. Прошло совсем мало времени, он умер, мол, и офицар. Замордовали. Я так могу сказать. С Кафаном Затворником вместе живет профессор Паски, один из самых грамотных людей в России. Переводит на русский язык Ветхий Завет не для людей каких-то, для студентов Духовной Академии, которые не понимают. Академия для лучшего разумения. И вдруг прознали про это. Срочный розыск, жандармерия, обыски везде, КГБ, все до одного экземпляра отняли и сожгли. Это у нас в России Святая Русь. Мы что, совсем не понимаем, куда нас завели. Ян-жи-тоуз, говорит, не пропуская ни одного слова, ни одной запятой, ни одной черточки. И в этом великая польза. Ян-жи-тоуз в кафедре гремит. Я вам говорю, вы запомните, у кого Евангелие в доме, этот дом делается недоступным для демонов. Я один ничего не успею. Вы слышите внимательно и разносите это домой. Придешь домой за стол, не садись, быстро есть, а поделись, что ты от меня услышал. И сами исследуйте. Вот откуда я услышал. Каждая черточка несет информацию. Она учтена и дороже неба и земли. Тысячи лет молчали и гробили Слово Божие. Гробили. И сегодня, по сегодняшний день Слово Божие в храмах не звучит. Ничего не изменилось. Мы стали говорить, ходить, приглашать. Попы-то, как буйствует-то. И писты, как буйствует, чтобы занятий не было, чтобы отняли, нас выбросили. Это дух тьмы, дух мрака, дух заблуждения, ненависти к Слову Божию. Он свирепый, живет сегодня. Об этом надо особо молиться. Сегодня во всех храмах мира будет считаться, Слово Христово доселяется обильно. Его надо считать, Слово Христово допрячется всяческими методами. Слово «да» означает желание «да здравствуй, первое там да». То есть это великое пожелание, это пожелание великого апостола. Для великого Слова Божия доселяется, куда? В сердца людей обильно. Обильно через кровь. Чтобы не вмещалось. Я хотел молчать, но внутри меня как разлитый огонь разрывает эти мехи. Я не оратор. Я не могу говорить, но оно идет и идет. Дух Святой соделает так, что из чрева через устав потекут реки воды живой. Сие сказано о Духе Святом. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Да в чьи же мы были? Неужели Дух Святой ни разу никому не сказал? Я эти слова считаю, когда мне ужас берет. Тысячи лет! И что придумали? Про небо ничего не знают. Небо — это на земле. Не алтарь. Даже не алтарь. А вот соберутся дедушки в клубуках, вот они там будут решать, кто святой, кто нет. На полном серьезе, что Бог должен утверждать их решение. И сейчас на западе там наша зарубежная церковь полностью уже подошли вплотную к канонизации убитого императора Павла. Масона. Так умер масоном. А масонство — это главное, что строит престол Антихристу. Какой он не был, но он погиб. Все, уже канонизирован будет Павел. Так вот, шестиканонизированные звезды будут. И так будут через депресс писать император, масон, святой, моли Бога о нас. Ивана Грозного канонизируют, в плоту и подошли. Гришку Распутина за рубежной церковью. Уже иконы, уже нимб вокруг головы. Генерала Шкуро, альянцы, которые там были расстреляны. Абсолютная, полная единодушия от московской патриархии. Да почему же мне объединить это? Они не знают Христа. Они ненавидят Слово Божие. Господи, да сегодняшний день, да такое почтение нам оказал Бог, чтобы прочитать послание к колотянам. Ну коснись ты их. В течение года я говорю в среднем 250 проповедей. За 4 года я их сказал тысячу. Я не священник. Если за 4 года тысячу, то за 40 лет выходит, ведь я 10 тысяч мог сказать их, так это один человек. А если 1275 монастырей было в России, а в монастыре значит были настоятели, были монахи. Да если бы каждому-то сказать, да идти в Русь, да что ж было, то небо на земле было бы, ничего этого не было. Пришел туда замер человек, чтобы никто тебя нигде не слышал. Боялись друг друга. Самое крамольное это показать на евангельскую веру. Единодушно подвязайтесь за веру евангельскую. А что мы сектанты? Слово евангельская вера это ведь отсутствует совсем. Православная вера у нас, слова-то какие. А таких слов-то нет. Слово митрополит отсутствует, библия патриарх, только ветхозаветие, в новом завете нет. Синод вообще никто не знает. Это Петр I придумал, а у нас святейший правительственный синод. Вера-то наша, она не только корявая, гнилая, она никакая, выдуманная, для того, чтобы завоевывать новое пространство, а потом терять их. Вот посмотрим, я не апостол. Немножко хотя бы, что другие-то апостолы так понимали, как Павел, или это просто фанатик веры, так понимал. 10 глава 36 стих. Петр говорит, Господь послал Слово, благовествуя, мир через Иисуса Христа. Ну как иметь мир-то, если ты о нем ничего не слышал, то что Христос умер за грехи людей. Это надо на каждом шагу было говорить, что Христос возлюбил мир. Слава Вышне Богу на земле мир. Мир не может быть без Христа. Не просто в церковь прийти постоять. Этим жить надо. Священники все жалуются, исповедуют каждый раз одни и те же грехи. Да не простые грехи, грехи смертные. Одно и то же. Никакого продвижения нет. Главное наиспове первый вопрос. Слово Божие в вас вселяется. Чтобы священник не на себя брал эту обязанность. Это только свидетель. Да еще свидетель-то какой. За что-то отвечать будешь. Чтобы ты наблюдал правильно ли понимать Слово Божие по толкованию или святых отцов. Вот твоя главная миссия. А основную работу это не священник делает. Дух Святой через Слово Своё. Вы очищены через Слово. Очищены. И священник должен проверять. Если не очищены те же грехи, первый вопрос. Почему Слово Божие не считаешь? Почему оно тебя не ощущает? Если оно не обличает, то вот эти слова мои они ничего не дадут. Живое Слово, в котором особый смысл, особый вкус, оно освобождает человека от грехов. Во втором послании к Коринфам 5.19 Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям их преступления, и верил нам Слово примирения. Бог и верил, а Слово это спрятали. Как только в России появился первый бы человек верующий, он должен был сказать, люди, прежде, что вы делали, это вы делали по злому научению демонов. Благородное божество, фируны, истина открыта во Христе. Истину это вы можете знать из Слова Божия. Переписать псалтырь на понятном языке. Переписать Евангелие. Да все-то переписчики переписывали бы, так в каждом храме было бы Слово Божие. Да ведь учили-то дички и людей читать, писать. Да первым делом-то с каждым учащимуся давали бы по главе хотя бы переписывать в неделю. Ведь переписали бы все. Да в каждой семье было бы Евангелия, вообще не было. И не знали. Уж потом книга печатали, да и то, какая ненависть была. Что с Федором было Иваном? Сожгли, изгнали, едва не убили. Случайно выскользнуло отсюда. Главное этой религией было потушить свет Евангелия. Вот что оказывается. Это главное, чем мы отмечены везде. Невежеством народа. Потрясающим невежеством. Когда Родичев проехал от Москвы до Петербурга и написал обо всем, что видел, Екатерина Таветиновича не сказала об этом. Что это? Похоже Пугачева. Он раскрыл все. Немытая Россия в оковах рабства и греха. Что? Смертная казнь, родники. Выхода никакого нет. Нам надо только одно просить Бога, Господи, через нас, соверши вот этот прорыв. Разорви эти путы и узы, которые наложили священнослужители. Немирские люди наложили. Коммунисты пришли уже на готовое. Они просто переняли у них опыт. Что они казнили? Это инквизицию. Они оттуда переняли. В 1 Тимофея 1.15 Павел говорит, верно, и всяческого принятия достойно слова. Что Христос пришел в мир и умер за грехи людей. Слово, оно достойно принятия. Все. А его не допустили. Христос стучал и стучал тысячи лет в двери. Кто откроет ко мне, мне дверь, и я войду к нему, и я накормлю его, и я буду вечерять с ним. Я ему дам мать, я ему дам новую одежду, чтобы срамота не была видна. Со срамотой Россия предстала в 17-м году. Вы увидите срамоту ноготы своей. Это он все обещает, стоя за дверями. Откровение 3.20 Не пустили. А как его пустишь-то, если слова-то Божия нет? Через слово, через откровение. Мария его впустила, она сидела у ног его. Откровение 1 глава 2 стих. Который является свидетелем Слова Божия и свидетельством Иисуса Христа. Так и называется. Свидетель. Я уверовал, я увидел, как бы увидел своими глазами, и поэтому свидетельствую. И откровение 20 глава 4 стих. Увидел души обезглавленных. Но это тех, которых взяли в лагеря. Писание говорит не те. За свидетельство Иисуса и за Слово Божие. Вот кто там будет. Не надо обманывать. А это влиянцы, расстрелы были. Американцы выдали советским. Тут сейчас все они хлопочут об их канонизации. Это были те, которые были найдены, пойманы немцами в форме РОА. Русская освободительная армия, которая воевала на фронтах с Гитлером на его стороне. Вот кого выдали. Обманывать-то не надо людей. Их готовят к канонизации. Всех русских хватали. Нет, не всех. А только тех, которые в форме были немецкой одеты. Уж ну никак нельзя было отречься, что воевали против русского народа. А нам разницы нету. Это еще тоже, может быть, Деникина будут. Ему приписывают. Нам хоть черт с нами будь, лишь бы победить большевиков. Потом это Шойгу скажет. Вот так сильные рыб пришли к этой победе. А если бы обнялись со Словом Божьим, мы согласны все претерпеть, но чтоб только с Богом быть. Господи, пойдем в плен в Вавилонске, но только с Тобой быть. Господи, мы пойдем с нашим помазанником в яму, связанные, там сгнивать будем, но только Ты будь с нами. Лука 4, глава 4, стих. Не хлебом одним будет жить человек. Повторяю. Но всяким словом, исходящим из Пусть Божьих. Не хлебом одним, вот на половине предложения России тысячи лет стояло. А почему же не повторяю? Но всяким словом, которого мы вам не дали, всяким словом, которое мы угробили, всяким словом Божиим, которое мы спрятали, всяким словом Божиим, которое мы скрыли и не дали для народа, вот ведь как надо было сказать. И вы умрете духовно. Но мы будем жевать им Царство Небесное. Человек умрет, вот мы тут кадилом помашем, мы тут биму напустим, мы вас в рай пропустим, Царство Небесное пожелаем. Нигде такого обещания Царства Небесного нет, а только слушающий и исполняющий. Везде так написано. И тот мне брат и сестра и матерь. Такие слова-то все понятны, ты знаешь, что такое сестра, понимаешь. А как быть сестрой Христу? Сестрой Иисуса, сына Марии. А кто слушает, исполняет. Ну ты хочешь быть братом Его? Слушай и исполняй. Ты уже старец, а хочешь быть матерью Иисуса? Вот как нарисованно Богородица держит на руках Его? Держи Его в сердце своем. Слушай и исполняй. Такие понятные слова их до народа не допустили. А как? Через Слово Его. Евангелист Иоанн 14, 23 пишет. Кто любит Меня? Так об этом сколько священники говорят? Ведь любить надо Христа. И мы слышали. Почему же опять запятой досчитали? А дальше кто соблюдет Слово Мое? Да где же Слово-то его, когда его нет? Его скрыли, не дали, отобрали, сожгли, запечатали, не перевели. Первое-то половину предложения считаешь, она действительно тогда, когда вторая будет. Господь говорит, проверит себя очень легко, соблюдаешь ли Слово Мое. Ну как соблюдать то, что ты не видел? Ян-за Таус выстроил целую ступеньку. Ты не считаешь Слово Божие? Дорогой Иван, секундович, у него отец был секундович, я бы хотел считать, но нет, его Слово Божие, это сто лет назад, так бы можно сказать было, двести лет назад. А он говорит, а не считай, ты ведь закон не знаешь. Да не знаю, мне Слово Божие в России не дали. А ведь не знаю, Слово Божие ты нарушаешь. Не хочу нарушать, но я не знаю, где я нарушаю, когда Слово Божие не дали. А нарушая ты погибаешь. О, отец Иоанн, не хочу я погибать. Но попы спрятали Слово Божие, они не дали его народу. О, святый Иоанн Затаус, мы считаем твою молитву после причастия. Добразуми ты попов, священников, архивереев, что не причастием люди спасаются. А когда достойно приступает к причастию. Любого с улицы сегодня спросит, ты причащался? Ну, редко кто скажет, что нет. Хотя бы один раз. Любого. А потому многие больные немало умирают. Поэтому в больницы загоняют больные, попы загоняют их туда. Потому что недостойно допускать. Многие больные, да немало умирают. Все болезни надо туда. Основу-то тянуть-то. Недостойно. А чтобы достойно, надо Слово Божие знать. А как? Не батюшка тебя допускать будет до причастия, а ты. И да испытывает себя человек сам. Испытывает. А священник, он имеющий больше опыт, он помогает. Данное ему от Бога властью разрешает. Его задача-то какая? Быть врачом, наблюдателем. Он так и говорит, я свидетелем всего. Ну, ты если что-то скроешь грех, ты от кого скроешь-то? Я не милиционер, на душу тебе стоять-то. В первом прослании Коринфянам 5. Павел говорит, в нем вы во Христе обогатились. Опять по предложениям. Обогатились, пошли, а мне Бог богатство дал. Видишь, как я молился, у меня все есть. Бог дал богатство, эти деньги я храм построил. А чем обогатились-то? Ты досчитай дальше-то. И он говорит, всяким словом. О, так это оказывается доступно каждому. И всяким познанием. И всяким усердием. Вот чем обогатились. Но ведь это скрыли и не говорили. Евангелие от Мафея 13.19. Ко всякому слушающему слово, имеющего, приходит лукавый и похищает. Я еще раз говорю, мы под притчей не подходим. Мы не слушаем, потому что лукавый потрудился на подходе. Семя там он украл, когда оно еще в кошелке было у священника. Он просто не допустил его. Евангелие это... Иоанн говорит 1.21. Чтобы мы оставили всякую злобу и в кротости приняли насаждаемое слово, могущее спасти наши души. Но это тоже считалось в храме. Я только хочу показать, что все места Писания подтверждают то, что заложено в сегодняшнем апостольском чтении. Оно способно спасти душу. А если его нету, то и не способно. Второе к Коринфянам. Восьмая глава, седьмой стих. Павел по хвалу дает. Говорит, вы изобилуете всем. Чем изобилуете? Ну, могу сказать сейчас. У вас и храм есть, и купола, и колокола. А он говорит, верой и всяким словом, познанием. Вот оно где. И далее. Второе Тимофеев 4.2. Проповедуй слово, увещевай со всяким долготерпением. Евреям 2.2. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердое, и всякое преступление и прислушание получало должное воздаяние, то что скажем мы, когда отвергли слово Божие? Тот-то закон Моисеев был дан через ангела. Фалмопевец пишет, начинает в Псалтыре первым делом. Привлекает, чтобы мы день и ночь держали в руках Библию. Чтобы воля наша пребывала в законе Господа. И день, и ночь. Мы же каждый день считаем в Псалтыре, и это не верим. Сирах 14.21. И не стыдись точного исполнения закона Всевышнего. А как его исполнять точно-то, если ты не знаешь? Иисус новин, вводя свой народ в обетованную землю. Первая глава, восьмой стих книги пишет так. И да не отходит книга сего закона от уст твоих, но получается в ней в день и ночь, дабы в точности исполнить. Как можно исполнить, притом в точности, если не день и ночь, а тысячу лет превратили в Россию в ночь? Люди не знали. Это никто не знает и не слышал. Никому мысль такая в семинаре не приходит. И что патриарх сегодня никогда не может сравнить, что Слово Божие-то не могло, оно точно исполняться, потому что его в руках-то не было. Ну принести надо покаяние и изменить эту обстановку. Иисус новин 23.6 говорит. Во всей точности старайтесь исполнять и сохранять Слово Божие, которое написано в книге сей. Точности исполнять. Начинать книгу и заканчивать. И если вы не будете в точности исполнять, Господь говорит, я вам твердо обещаю, вы этой земли лишитесь. А мы лишимся Царства Небесного, на которое надеемся. И так будем провозвестниками, чтобы через нас Слово Божие в других вселялось обильно. Аминь. Аминь.